Здесь есть имитация, например, инородное тело. И как ребёнка перевернуть. У вас ребёнок чего-то заглотнул. Здесь же точно такая реанимация. Двумя пальцами делается. Сегодня первую медицинскую помощь опытные врачи оказывают манекенам. Куклам накладывают шины, делают искусственное дыхание и даже останавливают кровотечение. Накладывается повязка на рану, терильная, конечно. Затем уже происходит иммобилизация. Теперь практикующие доктора свой опыт, как оказать первую помощь, будут передавать другим. Сперва мастер-классы проведут для водителей общественного транспорта, милиционеров и МЧСников. Мы работаем, естественно, при различных ликвидации пожаров, чрезвычайной ситуации и так далее. И для нашего личного состава это мероприятие по обучению, по оказанию первой помощи доброчебной. Это очень важно, потому что мы в повседневной своей деятельности сталкиваемся практически ежедневно. Научиться помогать пострадавшим в учебно-тренировочном отделе областной больницы смогут все желающие. Причем бесплатно, а по окончании учебы получат сертификаты. Тренироваться на современных манекенах уже готов даже губернатор Харьковской области. Я для себя уже принял решение, тоже пройду самое длительное, найду время в нерабочее. И научусь тому, что, дай бог, никогда в жизни бы не пригодилось, но если будет ситуация, чтобы я, по крайней мере, знал, как себя вести. Покупка кукол стоила областным властям больше 200 тысяч гривен. Уверены, эти деньги потрачены не зря. Теперь оказать экстренную помощь смогут не только профессионалы, а и обычные люди. Анна Махонина, Евгений Педин, Медиагруппа «Объектив». Продолжение следует...